Отолычество Отолычество. Что же скрывается за этим словом? Кавказ. Безусловно, это древние обычаи кавказских народов, по которому ребенок вскоре после своего рождения переходит на некоторое время для воспитания в семью приемного родителя, именуемого Отолык. А затем, по истечении определенного обычаям времени, возвращается к своим родителям. Первые научные исследования выполнил советский этнограф Марк Осипович Косвин с 1931 по 1935 годы. Однако история отолычества уходит к незапятнанным временам. Субтитры создавал DimaTorzok В древности отолычество было распространено на все социальные слои. Впоследствии оно приняло резко выраженный классовый характер, и чаще дети знатных родителей передавались в семьи вассалов или равных людей на воспитание. Субтитры создавал DimaTorzok Отолычество часто выходило за рамки одного племени и одного народа, что способствовало изучению обычаев и языков соседей, являлось сдерживающим фактором при межплеменных и иных конфликтах. Несмотря на то, что отолык всегда получал от семьи своего воспитанника щедрые подарки, обычай отдавать детей на воспитание связан отнюдь не с материальными мотивами. Главное, что он расширял круг некровных родственников. Юношу отолык обязан был научить в совершенстве всему, что знает сам, в том числе и военному искусству. Мальчики учились в верховой езде, правилам горского этикета, стрельбе и сельскому хозяйству. Атолык всячески старался привить навыки, которыми трудно овладеть в родительской семье. Выносливости, терпению, умению ладить с людьми и так далее. Все это является неотъемлемой частью неписанного свода законов Адыга Хабзе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возвращение воспитанника в родную семью по достижении им определенного возраста сопровождалось праздником, а также обменом подарками между воспитателями и родителями.